Все земляные работы в Чите должны быть закончены до 1 октября. Об этом 16 сентября заявил помощник мэра города по санитарной очистке и благоустройству Василий Трусабаев. Однако на практике исполнять указания муниципалитета торопится далеко не каждый. Трусабаев также добавил, что 15 октября в Чите состоится общий городской субботник, а 29 сентября, 6 и 13 октября пройдут чистые четверги. Организаторы митинга против высоких цен на бензин решили до конца бороться за возможность провести это мероприятие, несмотря на очередной отказ мэрии. Мы в любом случае попробуем доказать власти, что мы правы и проведем это на законном основании, потому что очень много отзывов, отликов на разных сайтах, что люди собираются это сделать самостоятельно после перекрытия дорог, магистралей. Конечно же мы хотим остаться в рамках правового поля и сделать это все законно. Но отступать ни в коем случае не намерены. Сегодня обратились письмом в мэрию, что если нам не согласуются, мы будем обращаться в суд, потому что наши требования абсолютно законны. Напомним, первоначально организаторы заявляли о проведении 23 сентября демонстрации с участием автолюбителей. Но после отказа мэрии, которая сослалась на ремонт и перегруженность улиц, изменили форму проведения на митинг. Однако этот вариант тоже не устроил городскую администрацию. 15 сентября после реконструкции был открыт Олимпийский проезд. На его ремонт ушло более 6 миллионов рублей. 4 километра дороги, именуемой в народе пьяной, соединяют поселок КСК с центром города. По словам мэра Читы Анатолия Михалева, теперь благодаря хорошему состоянию дороги можно запустить по ней маршрутные такси. Они будут следовать направлению КСК город. Это значительно сократит поток машин по улицам Рахова и Ивановской. В Забайкалях продолжаются поиски Андрея Мясникова. 2 сентября он выехал из Кемеровской области на автомобиле Ниссан Патрул в Благовещенск. В последний раз его видели 4 сентября в районе Хилка. С этого дня сведения мужчине нет. Следственный комитет возбудил дело по статье убийства. С учетом того, что Мясников пропал вместе с дорогим автомобилем, с учетом того, что при себе у него имелось дорогие золотые украшения, массивная цепь, кольцо, золотые часы, а также при себе имелись у него наличные деньги. У следствия есть основания полагать, что в отношении Мясникова было совершено убийство из корыстных побуждений. Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Мясникова Андрея Викторовича с просьбой позвонить по телефону, указанному на экране. 15 сентября с пятого этажа дома в поселке КСК упал 23-летний житель Нерчинска. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек стал на ограждение, но не сумев удержать равновесие, упал на землю и скончался. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.